Привет всем выжившим! И да, как видите, мы смотрим на Fold. Всё дело в том, что не так давно Epic Games выложила ассеты Парагона в свободный доступ. И к чему это привело, вы, наверное, догадываетесь. А если нет, я вам подскажу. В ближайшее время вывалится на рынок довольно большое количество Парагон-клонов. И так или иначе, это всё будут моба-игры. Я в курсе, что у Парагона довольно обширная фан-база, но, как я говорил в ролике про Crucible, я не вижу на сегодняшний день запроса в игровой индустрии на моба-игры. Или же это как в пословице, Бог дал зайку, даст и лужайку. Ну, эм, вы в общем поняли. Но сегодня мы говорим про Fold. И вы уж меня простите, но так или иначе, со Смайтом эту игру придётся сравнивать. И, о боже мой, хоть я не играл в Парагон, но если сравнивать Fold со Смайтом, о господи, динамика игры, умение персонажей, то есть она проигрывает практически во всём. И, о господи, эта динамика, я лучше буду смотреть как мухи, я извиняюсь. В любом случае, начинается с того, что мы выбираем своего героя, выбираем линию, на которой мы будем стоять, подходим к башне и ждём мобов. Да, вам это ничего не напоминает, но не суть. Я хочу сказать, что сам геймплей, он очень медленный. И чаще всего мы будем бить врагов автоатакой. Да, у нас есть два или три атакующих умения. Но всё остальное рассчитано на усиление этой самой автоатаки. Или, возможно, какие-то защитные свойства. Ну, там, скажем, регенерация или что-то в этом духе. И хрен бы там со смайтом. Даже Crucible, игру, которую я упоминал ранее, ну, если что, игра от Амазона, у неё был нелёгкий старт. Но даже ей в плане динамики и интересных персонажей она точно проигрывает. И не стоит забывать, что это игра от Амазона. То есть даже какой бы там парашной ни была у них игра, они способны её отфинансировать так, чтобы она нашла своего покупателя. И да, если кто-то из вас является фанатом парагона, то напишите, пожалуйста, в комментариях, чем вас зацепила вообще игра. Ну, кроме, пожалуй, графической составляющей. И по правде мне кажется, что если бы не было никакой связи с парагоном, то на эту игру вообще бы никто не обратил внимания. Ну, а что вы хотите? Мы начинаем игру точно так же, как в доте. Покупаем какие-то предметы, идём к башне, убиваем мобов, подкачиваемся, уничтожаем вражескую башню, идём к ражеской крепости, уничтожаем её, всё. Дальше повторяем то же самое. Ну, опять же, всё то же самое у нас есть в Смайте, у нас есть в Доте и куча других мобо-игр. Их действительно очень много. И я не знаю, зачем нам ещё одна такая же. Конечно, когда я высказал уже всё своё мнение по этой игре, можно было бы заканчивать обзор. Но, понимаете, выйдет ещё две или три таких же парагон-копий. И, господи, я надеюсь, им хотя бы доработают какие-то новые режимы, каких-то более-менее интересных героев, потому что сейчас там нету ничего. И напоследок мне хотелось бы сказать, что на разработку подобных игр требуется постоянно поддерживать сервер. Требуется какой-то маломальский штат сотрудников, который будет работать над балансом и, конечно же, другими аспектами игры. И, если честно, вот компании, которые взялись воскрешать парагон, ну, или, скажем так, парагон под другим именем, я ни того, ни другого не вижу. И это, конечно, нифига не радует. И, возможно, я уже повторяюсь, но то, что мы видим перед собой, это очередной Дота или Смайт-клон. Игра нам не приносит ничего нового, и я не уверен, что даже если нам разработчики принесут новый режим, это хоть как-то приведет новых игроков. Возможно, они будут, но этого не будет достаточно для того, чтобы проект финансировался в должном мере, для своего будущего развития. Поэтому и не верю, что он хоть как-то выстрелит. Но, возможно, я буду неправ. В любом случае, спасибо всем, кто посмотрел это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь. И да, пока-пока. И до скорого. Берегите себя и своих близких.